Уважаемые товарищи, переходим к рассмотрению второго вопроса. Звучит он следующим образом. Участие профсоюзов в организации обучения работников на предприятии. Для доклада приглашается товарищ Лазарев. Лазарев Вячеслав Михайлович, ГУП-инпредсервис, электромонтер, город Ленинград. Хочу начать с того, что последние 30 лет после развала СССР наблюдается тенденция к деградации рабочего класса в целом. Причины здесь такие, отсталое оборудование, стареющее оборудование, да, то есть рабочие вместо того, чтобы оттачиваться в профессиональные навыки, совершенствоваться, вынуждены бороться со станком, чтобы не получить травму или, как уже здесь говорилось, перенапрягать зрение, внимание, чтобы добиваться результатов на станках, которые даже не предназначены для таких результатов изначально. Вот, что приводит к утомляемости, усталости, в конце концов, болезням и травмам. Да, значит, также массовое закрытие производственных предприятий в стране крупных привело в том, что рабочим пришлось поменять деятельности, уйти на низкоквалифицированную работу, частный ввоз, торговля, еще что-то, и, соответственно, квалификация была утеряна, кадры утеряны. Также здесь играет роль идеология, пропагандируется такая идея, что рабочим вообще быть непрестижно, это дело неудачников, тем более работа на заводе, что надо заниматься чем угодно, но только непроизводительным трудом. И идеология это работает, конечно, в народе такое мнение преимущественно наблюдается. Также были в связи с оттоком рабочих, закрытием предприятий, закрыты в ПТУ, и вообще ухудшилось образование в целом, в том числе в колледжах, которые сейчас на смену ПТУ пришли, но качество образования там не всегда соответствует требуемому уровню. Преподаватели зачастую просто начитывают какой-то текст, не владея методами преподавания, ну и выпускаются не вполне квалифицированные рабочие. Наблюдаем уменьшение численности рабочих, снижение их квалификации, ухудшение здоровья, повышение возраста, который уже близок к пенсионному, предпенсионному. На смену пока достаточного количества рабочих не готовится, ну где-то готовится, но в целом мы не видим этого. Что в условиях, например, сегодняшнего дня, когда идет специальная военная операция, когда необходима бесперебойная поставка вооружений, боеприпасов и других изделий, изделий, медикаментов, линтов и так далее, ну, масса всего, на самом деле, широчайший спектр продукции. Мы видим, что потребность в этом усиливается, и в перспективе она будет еще сильнее усиливаться, это уже понятно, а рабочий класс, как бы, ну, деградирует, как я уже сказал, да, то есть это может привести к очень нехорошим последствиям. Но все это, естественно, следствие отсутствия активной организованной борьбы со стороны рабочих на предприятиях, потому что капиталист идет по пути на меньшее сопротивление, если ему надо где-то продать предприятие, чтобы получить прибыль, ребенок этим занимается, спокойно, и потому что ему никто не мешает, не ведется борьба со стороны рабочих. Значит, нужно по инициативе рабочих, рабочих профсоюзов внедрять обучение на предприятиях. Для чего? Ну, в первую очередь, сохранность здоровья и жизни уже задействованных рабочих. Оздоровить их, снизить их нагрузку и продлительность жизни и работоспособность, время работоспособности. А также необходимо повышение производительности труда, так как, как уже говорилось в предыдущем докладе, вместе с внедрением новых станков, более производительных, конечно же, нужно обучать рабочих работе на этих станках. Ну, а также, так как это все возможно в условиях коллективной борьбы, одно из главных требований к работодателю, это повышение зарплаты, улучшение условий труда. Ну, и, соответственно, когда эта борьба успешна, то появляется возможность привлечь новых людей на предприятия. Например, так как ПТУ закрылись, пошла мода на всякие специальности, типа менеджеров, экономистов и так далее, которые на самом деле выпускаются и работать им негде. Они идут куда угодно, какие-то салоны связи, кофейни, еще куда-то. Это же, в общем, не самая полезная для общества деятельность, где не нужно столько людей. И вот их можно привлечь для работы на предприятиях, создав им, мотивировав их высокой зарплатой, развития как работников, постоянным развитиям. Чтобы все это обеспечить, нужно организовать, то есть профсоюзы должны участвовать в организации обучения в таких областях, как повышение квалификации и переподготовка на новом оборудовании. Но, естественно, это одновременно с борьбой за сохранение рабочих мест, чтобы не дать работодателю реализовать его стремление к 7-минутной прибыли любой ценой. Его первая будет порыв – это уволить часть коллектива, потому что из-за того, что производительность труда повысилась, то те же прибыль можно получать меньшим количеством людей. Техника безопасности – очень важная вещь. На сегодняшний день мы наблюдаем увеличение количества несчастных случаев. Для того, чтобы уйти от этой ситуации, недостаточно только теоретических каких-то знаний, которые сейчас поддаются рабочим, но весьма некачественно. Система тестов этих не дает реальных навыков освоения техники безопасности, тем более без практики. Потому что если человек что-то прочитал, какое-то правило, но не прочувствовал, как оно работает в жизни, то есть не проведены какие-то тренировки по той же эвакуации во время пожара, да и просто в работе на высоте и так далее. Везде написано правило определенное, которое пишется, можно сказать, кровью рабочих. Каждое положение в охране труда – это результат того, что произошел несчастный случай. Изучили, поняли, что вот так было делать нельзя и записали правило. Помимо того, что это нужно объяснить, как я уже сказал, нужно это показать на практике, показать, объяснить так, что рабочих это почувствовал, осознал, что вот если он будет делать так, вероятность того, что он получит травму, будет существенно ниже. Значит, нужны занятия, нужны специальные помещения оборудованные и так далее. Также после обучения необходимо следить за выполнение техники безопасности, охраны труда. Нужны люди специальные. Предусмотрен закон, предусмотрен закон, позволяющий из числа работников назначать инспекторов по охране труда, которые имеют возможность беспрепятственно ходить по подразделениям, по цехам и проверять соответствие работы правилам техники безопасности. Соответственно, их надо обучать из числа рабочих, конечно, потому что они наиболее заинтересованы в выполнении этих правил. Ну и необходимо участвовать в организации обучения на предприятиях. Обучение уже новых работников, которые будут приходить. взаимодействие с учебными комбинатами, с колледжами или приглашать преподавателей на места и соответственно отбор преподавателей производить, чтобы это были специалисты именно своего дела. Также сейчас многие уже квалифицированные рабочие уходят или уже ушли на пенсию. и ушли из производства. А без практических навыков, без опыта, которые они могли бы передать, получить квалифицированных работников невозможно. Соответственно, нужно налаживать систему наставничества и возвращать отдыха на хороших условиях, на облегченных пусть это будет 3 часа в день именно с целью показать, как нужно работать за станком, какие есть нюансы, чтобы это было живое обучение. Тогда это даст эффект. Также необходимо осваивать основу медицинской первой помощи. Так или иначе, все равно несчастные случаи происходят. даже при выполнении техники безопасности вероятность остается. Но если оказать помощь на месте грамотно, то можно сохранить трудоспособность, жизнь, здоровье. Плюс в условиях специальной военной операции некоторые регионы уже подвержены каким-то терактам, обстрелам. До Москвы уже вылетают беспилотники другие города. То есть удары возможны по предприятиям. Нужно обучать перевязкам и так далее. Потому что мало ли что произойдет, а рабочий класс нужно беречь. Нужно минимизировать последствия возможных таких неприятностей. делать это конечно нужно через профсоюзы. Потому что это уже есть законодательная база для этого. Профсоюзы уже должны быть конечно орабочены. То есть это все только в результате коллективной борьбы организованной. Но коллективные договоры нужно включать в соответствующее положение благоприятное для выполнения всех этих требований рабочих. Все додумать, прописать и разъяснять всем. То есть также требуется и профсоюзное обучение, чтобы людей, работников обучать профсоюзной деятельности, объяснять необходимость участия в профсоюзной жизни. Потому что в этом ключ к развитию производства, развитию рабочего класса, к увеличению продолжительных жизни, здоровья и вообще повышение уровня культурного в том числе. Важный момент. Нужно проводить, конечно же, в рабочее время, допустим, 6 часов работа непосредственно и 2 часа обучения. Таким образом мы и сокращаем рабочее время, освобождая это время для свободного развития. Развитие вот здесь же на предприятии, никуда не выходя, обучение, обучение, еще раз обучение, это необходимая вещь. То есть, не просто домой пошли, естественно, это никто не поймет, тем более условия с сегодняшнего дня, а 2 часа и вот на дело. Все это должны понимать и работодатели, и работники, что это важно, необходимо. Вот теперь закончим. Спасибо докладчику, очень важные моменты. Что хотелось бы сказать. Здесь стоит вопрос именно от участия профсоюза в обучении, но, как мы знаем, сейчас у нас такой период, что у нас крупных пока стоящих профсоюзов рабочих их нету, это все восстановление происходит, но вопросы эти важные, которые вот здесь мы что делаем, у нас профсоюзов пока грубного нету, вот что мы здесь делаем. Здесь важный момент еще, что это должно быть в том числе неформально со стороны рабочих, вот, обучение всему этому, передача этого опыта, потому что один момент, когда профсоюз сказал, вот тебе наставник, вот он тебя обучит, а другое дело, когда тебе человек подошел, старый опытный и сказал, слушай, пойдем, Паш, помогу, научу, это вырабатывает доверие между рабочими, вот эти неформальные отношения простраивает очень серьезно, то есть доверие получается сегодня, вот, то есть рабочий начинает чувствовать, что это не просто как-то вот сверху подано, а это именно инициатива старых товарищей, вот, и здесь наставничество начинает работать, это в принципе укрепляет отношения между рабочими, и даже обучение это будет уже по-другому совершенно идти, в этот момент очень важно учесть, что вот сейчас пока нету профсоюза, у рабочих, старые опытные товарищи на производстве, которые работают, старые не в смысле возраста, старые, которые имеют стаж и опыт, молодой пришел, возьмите его на поруке, возьмите, возьмите, обучите его, покажите ему, и у вас будет возможно в будущем ваш товарищ в том же вашем профсоюзе, скажут, меня он, Петрович, обучал, я как, грубо как, он мне как отец, ну, так вот, такое происходит, это очень важный момент, спасибо. Хотел бы сказать выступлению Павла, значит, ввиду того, что сейчас производство капиталистическое, соответственно, ярко выражена конкуренция между работниками, и ждать, что тебе кто-то подойдет и поможет, это, с одной стороны, на мой взгляд, не очень правильно, а человек должен осознавать, что если у него какие-то пропуски или пробелы каких-то теоретических производственных знаний присутствуют, то все-таки восполнять ему придется, наверное, самому. Ввиду того, что это не только в рабочей среде, это и в инженерской среде встречается очень часто, когда человек сидит опытный и уже обладает определенными навыками и знаниями и просто так делиться с кем-то вновь пришедшим, извините, я учился столько лет, я работал, собирал опыт, вот, то есть, сознание людей сейчас не такое совершенно, как вот помогать, это, я говорю, все зависит, конечно, от среды, но в целом, если мы смотрим на мир как бы через ту призму, которая сейчас имеет место быть, да, это одно. Хотел бы сказать вот про наставничество, у нас на предприятии, это, значит, Росатом, он давно уже разработал такую, как бы, не то, что он разработал, он вспомнил, давно забытые старые, потому что все это было, то есть, на протяжении долгих лет я сам пришел и проходил квалификационное обучение, то есть, я пришел без специальности на станцию и получал свою специальность без отрыва от производства учился, сейчас такой, как бы, практики нет, сейчас это маленько по-другому делается, но само наставничество имеет место быть и очень классно, надо сказать, работодателю, мы, как бы, критикуем во многом, да, работодатели наших, но в этом плане надо отдать ему должное и сказать спасибо за то, что действительно этот институт начинает возрождаться, а именно когда работает положение наставничества, оно у нас прям так и прописано, то есть, и идеей это было, ну, как бы, сверху это к нам спускалось, действительно, что когда человек опытный и к нему представляется менее опытный человек, да, он передает ему тот опыт и те знания, соответственно, еще является замотивированным, то есть, он не просто так, что там ходит, за ним следит или что-то, а он, во-первых, несет ответственность за то, что он подготавливает этого человека, да, потому что этот человек будет сдавать квалификационный экзамен так или иначе перед своим руководителем и, соответственно, делится опытом, эффективностью, как он будет работать. Ну, все, что хотел добавить, спасибо. Сердолиев Тимур, Южные Сети, город Иркутск, по поводу передачи опыта, то есть, мы непосредственно своей бригадой требовали от директора на собрании с директором РЭСа, когда он приезжал в РЭС, мы требовали от него дать нам студента, потому что студенты прибывают, на практику, и студентов обычно отправляют в контору, потому что на производство его отправить просто нет возможности, там же он может обрабиться, за него потом она будет отвечать. Мы требовали его дать нам в бригаду, мы за него будем ответственны, никуда его не пустим, но чтобы человек видел оборудование. Нам дали этого студента, мы его отпрактиковали. Вполне спокойно с ним работали, он к оборудованию не подходил, за ним постоянно велся контроль, при этом он у нас все оборудование увидел, увидел, как проводится работа, и на мой взгляд это очень важно, потому что когда я проходил практику, практика была просто нормальная, поставили крестик на листочки, практику прошел успехов, то есть товарищ у нас ушел учиться на высшее образование, что с ним будет дальше не знаю, но во всяком случае он хотя бы увидел, как это работает, то есть если он в дальнейшем пойдет в энергетику, да мне лучше пускай будет вот такой вот конкурент, который знает эту работу и не убьет ни себя, ни меня потом, когда будет работать на каком-то электрооборудовании, то есть пускай лучше будет такой конкурент опытный, который умеет работать, но я так понимаю, он к нам с хорошим отношением и конкретного нам не будет, а вы товарищи. это во-первых, по поводу обучения непосредственно на производстве, то есть по этому поводу писалась статья про южно-электрические сети и про наш опыт, то есть да, у нас сейчас нет боевого профсоюза рабочего, который занимает более 50% предприятия, при этом профсоюз на предприятии имеется, он более 50% но не такой уж он и боевой и ждать, когда мы разойдемся до боевого профсоюза и что и гробится до этого времени, поэтому раз мы сплотились с бригадой, мы бригадой собственно мастера и требовали, потому что в правилах по технике безопасности помимо всего прочего написано не только теоретические знания, но и практические навыки, обязаны проводить то есть практические занятия для наработки навыков эти практические занятия через год после того, как мы начали плевать мозг мастеру, через год он провел, то есть через полгода он полгода он говорил, что типа я проведу, через полгода он признал, что он просто не умеет этого делать, мы сели, проработали этот вопрос, что именно делать, что вот у нас есть оборудование резервное, пойдем на резервное оборудование и будем имитировать допуск, то есть переключение на электрооборудование, во время имитации переключений говорит что произошло короткое замыкание вот кого повредила как повредила мы будем принимать действие во время этой практике выяснилось что с навыками у нас очень плохо нас убило всех и не один раз нас всех убило потому что мы забыли одеть перчатки мы побежали за штангой штанга находится в автомобиле пока ее достанешь уже человек все можно собственно уже не бежать обратно зачем мы выяснили что оттаск отталкивать или подымать провод лежащий на земле который находится под напряжением картинки очень книжки очень красиво нарисовано ты его просто подымаешь палочкой все а фактически это его понять не можешь палочки потому что его лежит метров пять вот его нужно оттаскивать оттаскивать не от себя она себя и это никак кроме практики не выяснить требовали мы это бригадой через год у нас это начали проводить у нас провели четыре таких тренировки по медицине по переключениям по пожарной безопасности по работе на высоте другие бригады увидели что у нас проводятся такие тренировки захотели также особенно волнует всех вопрос работа на высоте потому что работа на высоте это действительно очень опасный вид работы и совершенно непонятно как эвакуировать людей случае если что-то произойдет тоже также можно попасть под напряжение на высоте и как его туда эвакуировать неясно он сейчас у нас этот вопрос в рейсе прорабатывается руководство пока что низ не вполне идет навстречу затягивает уже третий месяц затягивается с тем чтобы провести это обучение мы сейчас сломаны вышки вышки надеемся будут отремонтированы ближайшее время и ближайшее время для всех бригад будет проведена такая учеба без практики с одной теории нам просто нам смирить фактически нам смирить хочу хотелось бы еще сказать что на крупных предприятиях где присутствует труд такой в общем голове и монотонный вот однообразный конверный или продукция годами в общем-то люди часто делает одну и ту же работу то в общем-то довольно таки вот и изнуряющие это утомляет это угнетает вот отупляет да то есть и вот это тоже причина в этом деградация и утечка кадров и все прочее это не интересно скучно неинтересно вот и как бы приходит приводит тому что значит ну люди как-то либо там меняются работе через какое-то время уходит и это тоже вот вот и владимир владимирович даже говорил об этом обращение недавно что нехватка профессиональных кадров вот но собственно откуда она будет браться если не уделяется этому должного внимания обучению но это вот вопросы они конечно эти связаны и и рост производительности труда и все тех необходимо учитывать своих коллективных договорах эти вопросы они связаны одно без другого она не работает невозможно бороться только вот за один какой-то пункт не прибегая к другим вопросам вот поэтому и вот хотелось бы сказать что рабочие заинтересованы в своем обучении то есть своем вот именно из-за того что вот этот чтобы преодолеть вот это эту деградацию да вот это однообразие вот обучение как раз вот несет такую вот свежую свежую строю вот в этом процесс производственный интерес появится и ну вообще как-то люди то заинтересованы рабочие переживают за производство но когда это никому не надо и прежде всего на начальству что-то менять не не хотят ничего тоже зачем как бы да там но если если это никому не надо зачем я там буду что-то внедрять там да или что-то улучшать да и все за те же деньги как бы да вот это самое так что в общем так что дело это необходимое вот интересное вот и обучение работников вот нам в первую очередь нужно необходимо вот и нужно это учитывать наших договорах вот и появится интерес тогда производство будет увеличиваться и и рост производительности пойдет ну и вообще жизнь станет лучше и интереснее коллективы будут сплачиваться и даже вот там и гражданская оборона тоже сейчас нужно на это все нужно время а будет это если это время будет рабочее сокращаться да за счет обучения ну тогда и работодатель будет думать как как значит это время использовать эффективно так что так вот спасибо кудрец и владимир михайлович значит товарищи рабочие работ с критикой сначала я понимаю рабочие имеют дело со всем материальным миром но когда вы готовите заклады но не надо вот сюда притаскивать этот мир состоит из каких-то сегментов и составляется проект повестки дня именно для того, чтобы каждый сегмент высветить как можно ярче. А когда туда складывается все, на мой взгляд, теряется восприятие. Так, теперь непосредственно повестка дня. Учеба. Учеба – это важнейший элемент. Причем вот сейчас прозвучало, что нудная работа, одно и то же. Сидит монтажница и тычет паяльником в одно и то же место в течение там энного количества лет. Есть такое. И такого довольно много. Особенно ширпотреб. Не столько война, сколько ширпотреб. Вот я работал на Петровском. Это магнитофон и романтик. Вот там конвейер механической сборки и конвейер монтажный. Сидят люди и делают одну и то же операцию. Не операции. Конвейер подъехал, там три раза механической отверткой конвейер поехал дальше. Или наоборот паяльником что-то запаял. Элементы расставил. Так вот основная масса работников на этих работах пять шесть лет работают. И вот монтажницы они уходят уже куда-то в штучное производство. Грубо скажем не стандартное оборудование делать. Сборщики то же самое. И приходят молодежь, приходят новые люди. И вот их надо учить. Учить надо вновь приходящих. Сейчас ситуация чем страшна? Нету вновь приходящих. Вот нету их. Буржуи обнаглели после контрреволюции. Прекратили всякую подготовку кадров. Потому что рабочих было прорвое. вон заводы закрывались людей выгоняли на улицу сколько угодно. И не было у них проблем никаких с кадрами. А сейчас они уже президенту даже жалуются. Вот у нас не хватает слесарей и так далее. Нельзя сказать что они поумнели. Но их это достает. значит и это очень хорошая ситуация для рабочих. Хорошая она в каком плане? Мы можем выдвигать требования безбоязненно. в деревне летом там автозаводцы у меня соседи и вот они вот нас выгодят ежели чего набором на твое место желающих много да нет никого какого черта боишься? боится вот автозавод это у нас самое такое болото Дмитрий Валя согласен? Да боятся то есть искривленная какая-то логика что вот его выгонят он маляр экстра класса его выгонят потому что а кто будет машины красить ну ты знаешь тут это вот вот такое так учить надо почему самое главное замену себе это да развитие производства это да и развитие профсоюзного движения из кого должна состоять профсоюзная организация из рабочих которые приходят причем вот как приятно двадцатилетние двое пришли здорово а если таких вот в цех придет 15 человек уже есть о чем разговаривать поэтому обращать внимание на это очень важно и второй момент что значит учить да что в общем-то профсоюз должен бороться профсоюз должен бороться за то чтобы люди нарабатывали кругозор и технический и так сказать интеллектуальный раньше были отделы подготовки кадров сейчас это все уничтожили сейчас требовать у руководителей хозяев чтобы восстанавливали систему подготовки кадров на предприятиях потому что ПТУ уже не стало вот у нас было два ПТУ готовили регулировщиков монтажников стеллеров там строителей потом регулировщики монтажников отвалились не нужны на заводе пока люди есть потом завод начали уничтожать тем более не нужны теперь строителей тоже убрали там остались сприкмахеры и кто там вторые это продавцы все вот ПТУ огромное здание с материальной базой шикарной продавцы то есть я вообще что хочу сказать что подготовка кадров это прямая заинтересованность рабочих прямая потому что это во первых будущее рабочих будущее предприятий и будущее организации рабочих вот так сказать организация рабочих должна бороться за свое развитие за свой рост именно через подготовку новых молодых кадров вот все спасибо конторец Андрей ижевский термозавод номер 3 оператор дни для советской власти учитель была одной из самой почетной профессии и это же было не зря как я понимаю что человек уже рождается с сознанием и в зависимости от того чему его научит общество тот результат и получится поэтому очень важно было вложить правильное знание в нужный момент и направить человека и в данный момент получается то же самое что если профсоюз не возьмет в свои руки обучение рабочих то есть даже тех которые уже работают те которые вновь приходят получается этим будет заниматься кто-то другой и как мы видим на практике из этого результат получается ну скажем мягко говоря не очень даже прямо противоположно поэтому естественно для боевого профсоюза который именно стоит борется за классовые интересы рабочих прямо жизненно необходимо участвовать в образовании в обучении персонала даже в принципе можно захватить не только рабочих инженеров то есть ИТР которые непосредственно как-то близко взаимодействуют с рабочими поэтому в этом плане тут как бы даже вопрос не может стоять важно это не важно конечно это жизненно именно необходимо и поэтому профсоюз он всегда прямо должен с этого начинать в плане того что техника безопасности должностные обязанности в целом даже скорее всего проводить свои какие-то аттестации тесты среди рабочих чтобы они на зубок знали что можно делать что нельзя делать и в чем вообще заключаются их обязанности куда и можно лезть и куда нельзя Гердимин Максим Владимирович Самара РКЦ Прогресс Я бы хотел поделиться обратной стороной положительным опытом и он очень интересен для нас то есть у нас на предприятии молодежь приходит приходит много поскольку зарплата она выше средней по городу молодежь стремится возникает очень интересный вариант с советских времен на заводе организован учебный комбинат и в принципе любой молодой человек даже с непрофильным образованием может прийти и прямо на заводе получить специальность но только минимальный разряд то есть учебный комбинат с нуля предоставляет второй разряд для свесарей если человек приходит профильный со своим разрядом он начинает работать сразу что происходит что происходит дальше в учебном комбинате проводится очень много обучения специализированного то есть обучение по технике безопасности в общем обучение по работе с конкретным оборудованием учение на допуске у нас идет очень много опасной работы идет обучение на допуске там с легко вспоменяющимися горючими веществами там высоким давлением и так далее и так далее и так далее и что интересно все преподаватели учебного центра они настаивают на соблюдении техники безопасности это в общем впрямую конфликт интересов с администрацией потому что администрации задача быстрее 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 делайте делайте быстрее неважно там чего у вас там работает не работает сломано не сломано как можно быстрее сдать результат а здесь прям на курсах постоянно твердят не выполнил технику безопасности остался без руки кто виноват но мы же тебе сказали нельзя работать иди к начальнику объясняй и не работай то есть это вот позиция внутри завода такая что происходит вот с молодежью после прохождения то есть после устройства на завод и после прохождения учебного комбината молодежь получает наставников то есть со вторым разрядом работать нельзя можно только учиться закрепленный наставник и как вы думаете с кем больше всего этот молодой человек общается на протяжении полугода он как хвостик ходит с наставником он получает информацию не только о профессиональных навыках но находится с ним в курилке он находится с ним договаривается где куда когда они на обед идут на перекур и так далее он получает в общем-то картину мировоззрения этого человека наставника если наставником становится человек который агитирует за борьбу у него есть полгода на то чтобы объяснить правильность своей позиции и убедить нового молодого человека в том что нельзя просто так прийти и сесть и сказать все я на заводе теперь у меня все хорошо нет тут еще только все начинается то есть это самый такой вот момент в чем я эту вижу на фактор то есть вот нового и дворе человек у нас пришли вот они прям со своими наставниками с утра до вечера и все обсуждения кто какую машину купил почему такую машину купил почему вот он на рыбалку туда поехал и между этими делами возникают общения на все остальные темы вот о чем наставник будет говорить такой результат он и получит если мы имеем такую возможность надо и пользоваться обязательно что дополнить хотел у нас непосредственно курс охраны труда ведет представитель технадзора то есть начальник завода там какие-то другие представители на него давление оказать не могут потому что этот человек придерживается законодательства по России то есть поэтому у нас охрана труда очень здравствуйте товарищи предлагается следующий вариант постановления проехать постановление постановление российского комитета рабочих участие профсоюзов в организации обучения работников на предприятии российский комитет рабочих утверждает что профсоюзы как наиболее массовые организации работников заинтересованы в развитии работников в профессиональном и личностном плане 초 rov их кто них работников является фактором повышения реальной заработной платы приближении заработной платы стоимости рабочей силы роста сознательности рабочих и требования к нанимателям поэтому не смотря на то что вопросы обучения работников находится в компетенциях нанимателя профсоюзы должны принимать деятельное участие в организации обучения работников Согласно статье 18 Федерального закона от 12.01.96.10 ФСЗ о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности, профсоюзы вправе создавать образовательные организации и научные организации, осуществлять подготовку и дополнительное профессиональное образование профсоюзных работников и членов профсоюза. 1. Обучение работников на предприятии должно вестись в рабочее время в следующих направлениях. 1. Повышение квалификации и переподготовка, увеличивающие производительность труда. 2. Обучение охране труда и безопасным условиям труда. 3. Обучение первичной медицинской помощи. 4. Обучение профсоюзной работе. 5. Обучение профсоюзных инспекторов труда, действующих в порядке ст. 370 ТК РФ. 6. Культурная и просветительская деятельность. 7. Наставничество и обучение молодых рабочих и специалистов. 8. Согласно ст. 196 ТК РФ, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности, а также создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового образования. 8. Комитет рабочих рекомендует профсоюзных организаций включать в коллективные договора положения, создающие благоприятные условия для обучения работников и стимулирующие работников для получения дополнительного образования. 9. Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять за основу. 9. Прошу голосовать, что за, против, выдержавшись. Спасибо. 10. Прошу голосовать, что за, против, выдержавшись. 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 Продолжение следует...